Искусный хирург без медицинского образования. Голливудский продюсер, одна из безумных историй которого повторилась в его жизни. Джазист, чье величайшее выступление прошло за кулисами. Японское море, сентябрь 1951 года. Разгар Корейской войны. На борт эсминца канадских ВМС Каюга приносит 19 тяжелораненых южнокорейских солдат, которым нужно срочное хирургическое вмешательство. Для выполнения серии процедур, направленных на спасение их жизни, вызывают доктора Джозефа Сира, свежеприбывшего врача. Там было много раненых. Когда их взяли на борт, капитан сказал доктору Сиру, «Ты должен спасти ребят нужной операции». Согласно показаниям других, доктор Кир достаточно спокойно принялся за работу. Пока пациентов готовят к операции, доктор Сир пролистывает учебник по медицине, чтобы подготовиться к моменту, который определит не только его карьеру, но и всю жизнь. Он прооперировал несколько раненых южных корейцев, извлек из них пули, шрафтнель, и эти операции были успешными. История о храбром хирурге попала в канадские газеты и разлетелась по всей стране. Во всех уголках Канады люди читали о героических поступках корабельного врача, который спас жизни корейских солдат. Но как минимум одну женщину шокировала новость о том, что доктор Сир стал героем нации, и как оказалось, на то была причина. Мать доктора Сира читала газету, когда ей на глаза попалась статья о геройствах ее сына. Она позвонила ему, и тот сказал, «Нет, я все еще служу в Нью-Браунсвике». «Нет, меня не отправляли на корабль». «Ты о чем?» Стало очевидно, что врач на борту эсминца был самозванцем. Мать настоящего доктора обратилась в канадский аналог ФБР. И капитану эсминца сказали, «Ваш доктор самозванец, так что нам придется его арестовать». Его отвозят в Канаду, судят, и там выясняется, что на самом деле он Фердинанд Демара из Массачусетса. Американец из Массачусетса, притворяющийся канадским корабельным врачом в Японском море. Но как? И зачем? Фердинанд Демара удивительный человек. Он родился в семье среднего достатка, они не бедствовали. Но затем грянула Великая депрессия, поэтому им пришлось переехать. Их положение в обществе понизилось, они переехали в бедный район, число полезных связей уменьшилось. То есть они лишились многого. И Фердинанда это, судя по всему, беспокоило больше, чем его родителей. Он хотел вернуть былое положение. По всем признакам он был умен. Он хорошо учился в школе, но ушел из старших классов, начав скитаться по стране и примерять на себя новые личности. Оказалось, что он способен быстро запоминать информацию. Он утверждал, что у него фотографическая память, и стоило ему взглянуть на что-либо, как это откладывалось у него в голове. Оно становилось им. Высокий уровень интеллекта только способствовал этому. Он понял, что может одолжить личность у другого человека и стать им на какое-то время. Это началось с ранних лет. Он записывается в армию, уходит в самоволку, потом меняет тип войск. В самом начале он притворился монахом-цистерцианцем и ушел в монастырь. Во время пребывания в монастыре он подружился с канадским доктором Джозефом Сиром. Затем он поступил на службу в канадскую армию, назвавшись именем Джозефа Сира и использовав диплом настоящего врача. Тогда шла война в Корее, поэтому вопросов никто не задавал. На корабле как раз нужен был доктор. Помимо военного хирурга и монаха, Демара примерял на себя другие профессии, например, инженера-строителя, зоолога, психолога, профессора философии и адвоката и многие другие. Демара так преуспел в этом деле, что стал известен под прозвищем «Великий самозванец». По иронии судьбы, круг замкнулся, и всю жизнь притворяясь другими людьми, в конечном итоге он стал известен своим притворством. Я был хирургом в канадском ВМФ. Вы оперировали людей, да? Разве это не опасно? Можно и так сказать. А где вы крали дипломы? Я их приобретал. Вот вы говорите это слово, я как-то не хочу использовать слово «крал». Его пригласили в шоу «Ставка. Жизнь» с Грауча Марском, где он сказал, что он приобрел дипломы и что на выигранные деньги он хотел купить еще больше дипломов. Вы бывали в тюрьме в Канаде? Нет. А в Соединенных Штатах? Да, был. Я провел год в Хансвилл Юнит. Но хоть кто-то вас поймал. А за что вы сидели? Я работал заместителем начальника тюрьмы. Из-за этого все хотели с ним встретиться, поговорить, узнать больше. Вы Мартин Гадар? Это я. Ваше настоящее имя Фердинанд Уолдедемара-младший. Потом его сыграл Тони Кертис в «Великом самозванце» и стал знаменит как человек, обдуривший мир. Быть самозванцем в принципе нормально, хотя мы и воспринимаем это как патологию. Многие притворяются другими на работе, как, например, актеры. Есть люди, которые надевают костюм или форму для того, чтобы стать другим человеком, приобрести дополнительный авторитет. Признаем, все мы когда-либо мечтали стать другим человеком хоть на чуть-чуть. Например, играя в ролевые игры или надевая костюмы на Хэллоуин, для большинства эта фантазия так и остается фантазией. Но возможно ли в случае с Фердинандом Демарой, великим самозванцем, на самом деле стать другим человеком по сути? Например, хирургом. Фердинанд Демара притворялся хирургом. Он им не был. Но во время службы на корабле в Японском море он спасал жизнь. Его способность примерять новую личину помогала ему адаптироваться к стрессовой ситуации. Можно сказать, что Демара был пройдохой. В том смысле, что он везде мог пройти. Благодаря своему успеху и способности везде пройти, воплотить фантазию в реальность, он мог какое-то время буквально жить жизнью человека, которым он притворялся. К моменту смерти от сердечного приступа 7 июня 1982 года Фердинанд Демара успел побыть баптистским священником, а затем и психологом в госпитале доброго самаритянина в Анахайме, штат Калифорния. В некрологии адвокат и друг Демара Мелвин Белли сказал «Я ни разу не слышал, чтобы он о чем-либо сожалел». Да из чего бы? Многие из нас проживают всего одну жизнь, а Фердинанд Демара смог прожить несколько. Беверли-Хиллс, Калифорния, декабрь 1997 года. Все вокруг только и говорят о французском кинопродюсере Кристофе Рейнсе. «Вот он вернет меня в седло». Рейс, заключивший сделку с Жан-Клодом Ван Дамом, сотрудничающий с двумя роскошными бутиками, выпускающий парфюм с именем Майкла Джексона и женившийся на звезде Плейбоя, кажется, приобрел себе надежную репутацию «Звезды Голливуда». Он был знаком с самыми известными людьми Лос-Анджелеса. Он устраивал роскошные ужины, на которые приглашал всех своих друзей, которым демонстрировал свою щедрость. Он рассказывал о перспективных предприятиях, жил в Лос-Анджелесе, общался с другими миллионерами. Он представлялся сыном Софи Лорен, или же племянником Оскара де Лоренто, и все ему верили. Он предлагал людям вложиться, и они соглашались, думая, что получат от него что-либо взамен. Всем знакомым Криса кажется, что он нашел идеальный рецепт успеха в Голливуде. Не хватало лишь одного ингредиента. Оказалось, что человек, называвший себя Кристофером Рейсом, был выдумкой. Кое и не снилось ни одному киносценаристу. На самом деле он был французским мошенником по имени Кристоф Роконкур. Роконкур был самым крутым мошенником в мире. Он был харизматичным и изысканным, амбициозным. У него были все черты классического мошенника. Подход Кристофа был простым, но эффективным. Он предлагал людям вложиться в какое-либо предприятие, а оно уже многократно увеличит вложенную сумму. То есть метод не самый сложный. Но он работал. И так он получил много денег. В Париже он притворялся богатым русским аристократом. Благодаря уверенности в себе и воображению он смог провернуть несколько афер. Например, подделал документы на здание в Париже и продал его за несколько миллионов. Используя несколько различных имен, Кристоф Роконкур обманул десятки людей по всей Европе. Но пока полиция разгребала преступления, совершенные выдуманными личностями, она не знала, кто же сам Кристоф Роконкур. Кто он такой? Роконкур вырос в маленьком городке в Нормандии, где сено впадает в Ла-Манш. Милое местечко, в отличие от детства нашего героя. Его отец был алкоголиком, а мать подрабатывала проституткой. Этому молодому человеку пришлось выживать с малых лет. Такому человеку нет причин доверять миру. Так он узнал, что богатство можно заработать обманом. Он не чувствовал сожаления по поводу обманутых, так как в его представлении никто не жалел его. Я думаю, он искал награду. Жизнь была жестокой игрой, а Крис был надломленным и агрессивным человеком. Он хотел делать больно другим, отбирая их деньги. Большинство людей никогда в жизни не прибегнет к мошенничеству ради того, чтобы разбогатеть и стать счастливым. Так что же заставляет серийных самозванцев вроде Роконкура не только притворяться другим, но и делать больно? И не один-два раза, а снова и снова. У многих самозванцев было ужасное детство, в котором присутствовали жестокое обращение и травмы, в ответ на которые они выработали защитные механизмы. Сначала они начинают как бы жить в необычной реальности. У нас общество — это норма, которую они не принимают, то есть они отделяются от общества. Затем они начинают предугадывать действия обидчиков, что вызывает необычную эмпатию, которая помогает им выжить. Какова бы ни была причина для притворства, жизни самозванцев рушатся, как только их раскрывают. Но если вы считаете, что человек вроде Кристофера Роконкура остановится после того, как его разоблачат, то вы ошибаетесь. Все начало рушиться, когда его стали подозревать в обмане. Когда Роконкур переехал из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, он продолжил вести ту же игру, что и раньше. Он устраивал роскошные ужины, на которые приглашал особенных гостей. Они давали ему огромные суммы денег, где-то по 50-100 тысяч долларов. Люди начали подозревать неладные, когда заметили расхождение. Он ездил на Мазде, а не на машинах, которые любят миллионеры. Или же он пил дешевое вино, думая, что оно на самом деле дорогое. Возможно, он начал сдавать позиции. В итоге попался на неоплаченном счете из отеля. В 2003-м Кристофер Роконкур признал вину во взяточничестве, воровстве и мошенничестве. Его приговорили к 46 месяцам федеральной тюрьмы, предписав выплату миллиона 200 тысяч своим жертвам. Выйдя на свободу в октябре 2005-го, Роконкур вернулся в Европу, где продолжил попадать на первые полосы газет как искусный мошенник. Но схемы Роконкура покажутся шалостями по сравнению с делами другого известного самозванца, который прятал свою истинную натуру не только ценой чужих денег, но и чужих жизней. Нантакет, Массачусетс, осень 1995-го года. Сандра Босс, недавняя выпускница Гарварда, выходит замуж за Кларка Рокфеллера, человека, известного ей как члена одной из богатейших и влиятельных семей в Америке. Справив шикарную свадьбу, Сандра устроилась на работу в престижную консалтинговую фирму в Бостоне, а Кларк продолжил бороться с мировой нищетой. Но сказке не суждено было продлиться. Он говорил, что работал над многими крупными проектами, но не приносил в семью денег. Он говорил, что получать деньги с помощью голодающим странам как-то негуманно. Он не собирался искать нормальную работу. Сандра начала от этого уставать. Прожив в браке 10 лет, Сандра поняла, что с нее хватит, и подала на развод. Это решение не только закончило ее брак, но и раскрыло странную правду о ее муже. У Кларка Рокфеллера не было ни паспорта, ни кредитных карт, ни свидетельства о рождении. У него не было никаких документов, из-за чего она получила преимущество при разводе и опеку над их дочерью Снукс. Но это его невероятно расстроило, он впал в депрессию, потому что любил свою дочь. Так у него появляется опрометчивый план, и он похищает ее. ФБР немедленно объявила поиски по всей стране, но Кларк Рокфеллер будто испарился. Власти не могли найти Кларка Рокфеллера из-за того, что никакого Кларка Рокфеллера не существовало. Я был дома, когда мне позвонил брат и сказал, включи телевизор. Я включил, смотрю и вижу, это же Кристиан Герхардсрайтер. А сверху подписано, что это Кларк Рокфеллер. Мы позвонили в ФБР и сказали, что это Кристиан Герхардсрайтер, немецкий ученик по обмену, который жил у нас дома. Тогда мне было 15, ему 17. ФБР даже не знали его имени. Об этом написали в газетах, сообщили по ТВ, и когда объявили о национальном сфере, его обнаружили. Кристиана вернули в Бостон, чтобы предъявить обвинение. Там и стала известна его невероятная жизнь с тысячей лиц. На суде Сандра увидела, как ее муж, которого она считала членом семьи Рокфеллеров, получил пять лет тюрьмы за похищение ребенка. Но что же заставило Кристиана так долго лгать его семье, друзьям и знакомым? Феномен самозванцев представляет собой интересную двойственность, с которой они живут. У них есть две постоянно сталкивающихся истории, и чтобы продолжать поддерживать маскарад, приходится вводить себя в заблуждение, чтобы поддерживать огонь в обеих жизнях и проживать их, не забрасывая одну в пользу другой. Самозванцы, которые вводят себя в заблуждение, чтобы жить в выдумке? Каким же образом эта фантазия возникает в их голове? Чтобы узнать ответ на вопрос, нужно узнать больше о прошлом Кристиана. Кристиан Карл Герхардсрайтер родился в Западной Германии. Все помнят его как странного мальчика, любящего фантазировать, немного ботаника, который хотел уехать из родной страны. В 78-м он полетел в США, пришел к семье Савиос в Коннектикуте, вроде как пошел там в школу, сказав, что он ученик по обмену, и дальше все становилось только более странным. Он сказал мне, что его отец работал в Мерседесе, и что у них было много денег, прислуга и прочее. Мы смеялись над этим, потому что это было невероятно. В 85-м Кристиан переехал на Западное побережье. Там он взял себе новое имя. Он переехал в Сан-Марино, богатый район в Южной Калифорнии. Взял себе имя Кристофер Чичестер, и объявил, что он принадлежал к королевской семье Британии. Затем ему устраивали бесплатные ужины в частных клубах для персон-ВИП. Потом он начал покорять богатых барышень в округе и посещать привилегированную церковь. В итоге он переехал в дом для гостей женщины по имени Рут Сохус. Там он жил бесплатно, и все было хорошо, пока не приехал сын Рут Джон с женой Линдой. Джону странный парень, живущий в гостевом домике мамы, показался подозрительным. А затем Джон с женой внезапно исчезли. Вскоре после исчезновения Линды и Джона Сохуса пропал и Кристофер Чичестер. Самозванец Кристиан вернулся на восточное побережье, где и взял свой самый известный псевдоним Кларк Рокфеллер. Все остальное, как говорится, уже история. Но затем его необыкновенная жизнь совершила неожиданный поворот. В марте 2011 года, после того, как Кристиана посадили в тюрьму за похищение дочери, власти Калифорнии собрали достаточно улик, чтобы предъявить обвинение в гораздо более серьезном деле. В убийстве Джона Сохуса в 1985 году. Рут Сохус скончалась, и ее дом купила другая пара, которая собралась строить там бассейн. На дворе у дома, где жил Кристиан, обнаружили человеческие останки. Тело было разрезано на кусочки, но одежда на нем была та же, что и у Джона Сохуса. Джинсы и фланелевая рубашка. тело лежало в сумках из школы, которую посещал Кристиан Герхардсрайтер. Так его начали судить за убийство Джона Сохуса. Его признали виновным, и сейчас он отбывает наказание в тюрьме Сан-Квентин. Детективы, у которых я брал интервью, сказали, что мотивом были деньги. Джон должен был унаследовать большую сумму у Рудсохус, и это стало причиной для убийства. Линда Сохус исчезла с лица земли. Что стало с ней? На этот вопрос ответ так и не найден. Самозванцы вроде Кристиана, который готовы лгать и даже убивать ради сохранения иллюзий, определенно имеют проблемы с психикой. Но даже если и так, то почему так много людей верит их обману? Отчасти это можно объяснить фамилией Рокфеллер. У нее есть свой блеск, своя аура, которая притягивает людей, и не стоит забывать о соучастии, то есть жертва не видит признаков опасности, потому что намеренно их игнорирует. Она хочет, чтобы эта история была оправданной, дивой, а потому неосознанно помогает самозванцу. В этом главный секрет афер. Здесь важно не создать фальшивую реальность, а вместо этого нужно найти историю, которую рассказывают себе другие, и воплотить ее в жизнь. Самозванцы же поддерживают эту легенду, потому что другие люди их не волнуют. сегодня Кристиан известен уже не как Кларк Рокфеллер, а как заключенный номер R3108 в тюрьме Сан-Квентин. Надеемся, теперь он не сможет притворяться кем-то еще, в отличие от другой самозванки, которая так убедительно притворялась другим человеком на протяжении долгого времени, что спустя десятки лет после ее смерти люди все еще верят ей. Екатеринбург 16 июля 1918 года. Захваченных большевиками бывшего царя Николая II его жену Александру и их пятерых детей разбудили посреди ночи. Напуганных и растерянных их с четырьмя верными слугами ведут в подвал Ипатьевского дома. Пока они ждут, что будет дальше, туда же входит расстрельная команда с оружием на готове. Звуки выстрелов были последним, что слышала царская семья. После казни тела семьи Романовых сожгли и похоронили в братской могиле. Но после убийства появились слухи, что младшая дочь Анастасия пережила эту бойню. Думаю, слухи о побеге Анастасии появились из-за беспорядка в стране и запоздания, с которым все узнали о событиях той ночи. Говорили, что стрелявшие были пьяны, а подвал был весь в дыму. Говорили, что она как-то выжила после стрельбы. Это заметил один из большевиков, и по причине необъяснимой симпатии к царской семье он помог ей сбежать из дома, посадил в повозку и отвез в Румынию. Берлин, Германия, 17 февраля 1920 года. Из канала вытянули обмякшее тело молодой девушки, пытавшейся совершить самоубийство. Ее страдающую травматической амнезией и тяжелой депрессией доставляют в психбольницу. Врачи, которые не могут установить личность больной, называют ее Фрейлин Унбекант, госпожа неизвестная. Она стала госпожой неизвестной на несколько месяцев. Она была готова примерить на себя любую личность. Скорее всего, у нее было посттравматическое стрессовое расстройство, то есть у нее был дефицит восприятия, атипичная эмоциональность, а также растерянность, степень которой то ослабевала, а временами усиливалась. Где-то через год или около того, один из пациентов заметил, что она напоминает одну из дочерей Романовых. Так появились слухи, что она как-то связана с царской семьей. Стоило возникнуть предположению, что девушка возможно Анастасия, как заработала предвзятость восприятия. Все начали искать подтверждения теории. Думаю, люди просто надеялись, что она выжила. Таков человеческий инстинкт, а спасение Анастасии олицетворяло надежду. В 1922 году загадочная женщина, известная теперь как Анна Андерсон, была выписана из больницы. Вскоре она начала называть себя Анастасией. Затем ее жуткая история попала на первые полосы мировых газет, заставляя спросить себя, женщина в Берлине самозванка или великая княжна. Она прославилась из-за того, что мир изголодался по такого рода скандалу. Она не организовывала аферы, прикрываясь чужой личностью. Она как бы просто вжилась в новую роль. Она отчаянно искала себя, прыгая из одной реальности в другую. Но намеренно ли она притворялась кем-либо? Или правда была этим человеком? Истории пока неизвестно. Было несколько лжи Анастасий, но именно это стало известной благодаря обстоятельствам, которые сопровождали ее явление миру. Также ее успех подкреплен тем, что ее поддерживали члены семьи Романовых. К сожалению, поддерживало ее не так много Романовых. У нее были как сторонники, так и противники. Но когда за твоей спиной стоит князь или принц, то люди неизбежно собираются вокруг. Ходили слухи, что Романовы держали деньги за рубежом и хранили миллионы рублей в британском банке. А значит, настоящую Анастасию ждало безбедное будущее. Так что какое-то время она ни в чем себе не отказывала. Порой даже жила у европейских монархов. Двое самых близких сторонников Анастасии были немецкими аристократами, которые верили ей, хотя человеком она была трудным, но они были уверены, что она Анастасия, и они со многим мирились. Ее якобы русский акцент, шрамы по всему телу похожие на раны от штыков и глаза цвета синих васильков все это совпадало с описанием пропавшей княжны. И все казалось убедительным доказательством того, что женщина вытащена из канала в Германии и правда Анастасия. Но как же она выжила, учитывая, как жестоко казнили царскую семью? Юго-восточная Бавария, Германия, 1927 год. Девушка, утверждающая, что она великая княжна Анастасия, переехала в замок Зион в качестве гостя герцога Лейхтенбергского Георгия, дальнего родственника Николая Второго. Но аристократы и монархи, принявшие странную эксцентричную женщину, начинают подозревать, что она не может быть пропавшей русской княжной. Особенно, когда стало известно, что у Анны Андерсон было другое имя. В 27-м году частный детектив проверил ее историю, после чего сказал, что она на самом деле не Анастасия, а польская крестьянка по имени Францишка. Францишка переехала из Польши в Берлин во время Первой мировой и получила сотрясение мозга, работая на фабрике боеприпасов. Что-то взорвалось, и она поранила голову. Ее возили по психбольницам, пока она вдруг не прыгнула в канал в 1920-м. И здесь начинается вечный спор. Анастасия ли это, или Францишка? В 38-м году скандал, связанный с личностью Анны Андерсон, накалился до предела. Она убедила себя, что она настоящая Анастасия, а потому подала жалобу в немецкий суд с требованием официально признать ее царской наследницей. Так начался самый продолжительный суд в истории Германии. На протяжении многих лет представлялись доказательства за и против Анны, в том числе сравнение почерков и фотографий ушей Анны и Анастасии. Официально дело Анны было закрыто в 70-м году, но ни одна из сторон так и не смогла установить личность предполагаемой княжны. Но на этом история не заканчивается. В 91-м, через 7 лет после смерти Анны, была раскопана могила с останками семьи Романовых неподалеку от места, где их казнили. Исследователи с ужасом обнаружили, что останки сына царя Алексея и одной из четырёх дочерей там отсутствуют. В 1978-м один из членов расстрельной команды сделал признание, после которого у железнодорожных путей были найдены тела. Но нашедший останки молчал об этом ещё 20 лет, потому что коммунисты были при власти, и он понимал, что лучше никому не говорить о своей находке. Были 90-е, и Анастасия, Анна Андерсон, к сожалению, умерла, но было обнаружено, что двух тел не хватает. Двух тел не хватает? Может, Анна Андерсон всё-таки была Анастасией, а не самосванкой? Когда все узнали, что двух тел не нашли, все обрадовались, ведь это значит, что Анастасия, Анна, выжила. Однако был проведён анализ ДНК. Останки Анны были проанализированы, и выяснилось, что она не была Романовой. Зато её образцы ДНК совпали с одним из родственников Францишки. Позже были найдены ещё тела, в том числе и тело Анастасии, чью ДНК проверили. Второй анализ ДНК подтвердил, что Анастасию похоронили вместе с её семьёй. И Францишка была обыкновенной самозванкой. Но даже сегодня некоторые люди верят, что анализ ДНК был подложным, и Анастасия всё-таки выжила в кровавом расстреле царской семьи. Парадоксально, но Анна стала больше, чем Анастасии. Она стала легендой. Про неё написали много книг, снимали кино, ставили мюзиклы. Нам нравится её история и в вымышленных мирах она всегда оказывается принцессой. Она была марионеткой вышестоящих сил, плюс она была податливой и сама хотела стать личностью, которую ей навязали. Её способность к самообману явно сыграла роль в формировании поддельной личности, в которую затем она на самом деле поверила. Неважно, правда ли Анна Андерсон верила в то, что она Анастасия Романова или просто хотела в это верить, она не отрекалась от своих утверждений до самой смерти. Но что заставляет людей до конца поддерживать маскарад? Как оказалось, для некоторых это не выбор, не обман и не заблуждение. Некоторые родились, чтобы стать кем-то другим. Спакан, штат Вашингтон, 21 января 89-го года. Билли Типтон, некогда популярный джазист и лидер группы в 40-х и 50-х, умирает у себя дома в возрасте 74-х лет. Но прибывшие врачи неожиданно обнаруживают, что Билли Типтон на самом деле был женщиной. Она была одаренной, отлично играла на рояле и на саксофоне, у нее был невероятный талант. Но на каждом прослушивании Дороти Люсиль Типтон отказывали, несмотря на очевидность таланта. Однажды Дороти Люсиль Типтон сменил имя на Билли Типтон. Коротко остригла волосы, надела костюм, пошла на прослушивание и получила работу. После этого у нее началась успешная карьера талантливого пианиста. Трио Билли Типтона было весьма популярно. Оно играло по всей стране. И в 50-х, 60-х оно было очень успешно. Билли Типтон хотел заниматься делом своей жизни, музыкой, и чтобы его приняли в обществе, куда обычно они пускают женщин. Он не мог позволить, чтобы пол и предрассудки встали на его пути. Со временем Билли так влился в образ мужчины, что даже его жены, которых у него было пять, утверждали, что не знали всей правды о нем. Период с 30-х по 50-е был более чопорным, чем сегодня. Мужья и жены не выхаживали друг перед другом голышом. Этот человек говорил, из-за одной проблемы я не могу заниматься сексом. Это из-за детской травмы долго объяснять. Но я могу стать чудесным мужем и прекрасным отцом. Так он и жил под личиной Билли Типтона. По всему миру живут люди, которые из-за предрассудков присутствующих в их сообществах просто не могут позволить себе жить так, как им хочется, потому что это считается извращением, и поэтому приходится притворяться. эти люди не просто хранят секреты, они и живут секретами. В нас живет много персонажей, мы непостоянны. У нас есть деловая личность, общественная личность, мои родители, мои хорошие граждане, все это ставит под вопрос саму реальность. Один старый вор рассказал мне, что ложь умирает с тобой. Стоит вскрыться обману, как все считают тебя мошенником. Билли Типтон умер со своей ложью, для него она была самой настоящей правдой. Для Билли Типтона жизнь мужчины была не просто ролью, а жизнью. Но когда кто-то так скрупулезно изображает другого человека, то какая его часть более реальна? Изначальная или та, которую он выбрал? Редактор субтитров Корректор А.Егорова